Под угрозой подтопления находятся камчатские села Аянка и Слаутная Пенджинского района. Из-за весеннего половодия чрезвычайная ситуация может наступить в ближайшее время. Уже проведено три таких совещания. Мы постоянно ситуацию мониторим, отслеживаем. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что сложилась угроза чрезвычайной ситуации. Высока вероятность того, что населенные пункты Аянка и Слаутная будут подтоплены в результате прохождения весеннего половодия. На сегодняшний день у нас осталось 30 сантиметров до уровня воды, в результате которого будет подтоплена Аянка. А это два дня. Сегодня прирост воды где-то 10-14 сантиметров в сутки. И мы ожидаем через день-два уже выход достижения опасных явлений. В зоне вероятного подтопления ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки. Для минимизации возможного ущерба и своевременного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию в Пенжинский район отправили оперативную группу вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Мы решили ввести режим, рекомендовать главе Пенжинского района ввести режим повышенная готовность на территории района связи с угрозой ЧАЭС, принять все необходимые превентивные меры и направляем завтра туда оперативную группу для помощи главе района, для помощи жителям населенных пунктов в проведении заблаговременных мероприятий, сохранению имущества своего, информированию населения, ну и оказание помощи, в том числе по перевозке людей, в случае, если возникнет необходимость для эвакуации в другие населенные пункты, для того, чтобы оперативная группа вместе с вертолетом находилась в районе для оперативного принятия мер. В состав оперативной группы вошли 15 человек, которые доставят в район все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ на местах. Это лодки, моторы, генераторы и прочее снаряжение. Для доставки оперативной группы, которые будут отправлены в Пенжинский район, применяется вертолет авиационно-спасательного центра, который располагается в Хабаровске. В состав оперативной группы входят спасатели Камчатского спасательного центра, а также ПСО Камчатского края, плюс еще будут представители Роспотребнадзора, а также Росгидромет. Ситуация, которая сложилась в Пенжинском муниципальном районе, происходит из года в год. Поэтому главе муниципального района рекомендовано провести силы и средства Пенжинскому муниципальному району в режим повышенной готовности, подготовить, проверить пункты временного размещения, также подготовить силы и средства для ликвидации этой возможной чрезвычайной ситуации. Кроме этого, с 13 июня в Пенжинском районе введен особый противопожарный режим для предотвращения возникновения природных возгораний, из-за чего людям запрещено посещать лесные массивы, передвигаться на вездеходной технике, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, а также проводить любые виды пожароопасных работ. В случае несоблюдения этих правил нарушителям грозит административный штраф в размере 4-5 тысяч рублей на граждан, 20-40 тысяч на должностных лиц и 300-500 тысяч рублей на юридических лиц. Добавим также, что если вы стали свидетелем возгорания в лесах и на прилегающих территориях, необходимо сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах.